Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И заканчивая тем потенциалом к развитию автоспорта, который сейчас начинает реализовываться Гоночная трасса, в случае автодром, будет использоваться и уже используется круглый год Уже на этой неделе, каждый день на ней проходят отдельные мероприятия Люди получают свое водительское мастерство, учатся ездить безопасно И понимают, что именно гоночная трасса – это место для быстрой езды, а не дороги общего пользования Глобальная цель безопасности дорожного движения, к ней мы постоянно идем То есть автодром будет вносить как вылево, да? Однозначно, и прибыль, и пользу Он уже используется в коммерческих целях, создается в аренду различным организациями, частным лицам Таким образом мы возвращаем нашему государству те инвестиции, которые были врезаны в их мероприятия и в строительство данного объекта И польза этого тоже очевидна Подавляющее и подавляющее большинство людей и мероприятие Грам-при «Формула-1» «Пристайни Баггестями» было первым спортивным мероприятием И автодром, которым они сейчас учатся гонять, тоже является первым местом, где организованно они могут попробовать и повысить уровень своего вождения До уровня вождения своей мечты, что нельзя сделать на улицах Поэтому мы получаем безопасность дорожного движения в том числе В гоночный уикенд ставилась ли задача, ну, выйти, может быть, в ноль или даже заработать какие-то суммы? Непосредственно о финансовых итогах мероприятия мы расскажем чуть позднее Сейчас ведется окончательный расчет экономического эффекта, как операционного, так и для города и страны Поэтому о данном вопросе мы поговорим через некоторое время Но все-таки вот предварительные прикидки, что в сфере? Плюсы были или... Существует четкая задача по итогам финансового года, 2015 года, выйти на абсолютную операционную и безручность К этой цели мы однозначно придем Результаты мероприятия первого года, ну, а не поговорим еще больше Окончательная цифра по зрителям Сколько за эти три дня посетила сочинская программа? Даже за четыре дня В четверг мы сделали возможность всем обладателям трехдневных билетов пройти непосредственно по старт-финишной прямой и по пиклейну, посмотреть, как команда готовит сезонки, как тренирует пикстопы Суммарно за четыре дня оптером посетило 166 тысяч человек Если говорить о цене билетов, значит, нижняя граница была 5,5 тысяч, верхняя тоже была такая Нижняя граница цены билетов 5 тысяч рублей И это не какие-то билеты в задний ряд Это билеты на все три дня мероприятия В отличной зоне, из которой видно несколько поворотов С доступом на все развлекательные мероприятия, концерты, шоу-программу И верхняя планка билетов Это абсолютно эксклюзивная версия отслуживания 220 тысяч рублей Каким большим способом пользовались? Получилось достичь главной цели Билеты всех категорий к мероприятию были реализованы Большим спросом в первую очередь Пользовались билеты на самые дешевые по понятным причинам Затем билеты на главную трибуну Это высшая из средних основных категорий Это от 23 тысяч до 30 тысяч 500 рублей Потому что главная трибуна это то место, где непосредственно видно работу команд И именно там зрители первыми могут увидеть победителя Чемпиона И в билеты в Виакилл уже корпоративный спрос с самых первых дней был на чемпион Насколько востребованы были билеты на посещение боксов команд? Как такового билета не предлагалось На посещение боксов команд Такую возможность предлагали Такая возможность была у всех владателей билетов в Чемпиарк Такая возможность была у владателей билетов в Падда-клуб Эксклюзивный клуб Формулы-1 Самых дорогих билетов несколько раз каждый день Ну и многие спонсоры, коммерческие партнеры Формулы-1 Приглашали своих гостей для того, чтобы прикоснуться к этому наиболее технологичному месту Удалось ли как-то побороться со спекулянтами, которые по завышенному цену продавали билеты, купив их полет? Боролись с ними в нескольких этапах Начиная от мониторинга закупок непосредственно вручную команду билетного оператора И наша проверяла реквизиты тех людей, которые купали билеты Выявляли чек, покупали больше 8-10 билетов С ними проводилась индивидуальная работа для вежливого уточнения цели этой покупки В итоге некоторое количество спекулянтов существовало, но совместно с органами правопорядка Непосредственно на месте они не троизовывались А будете ли создавать черный список, как вот, допустим, делается в английском, например, в виде? Да, естественно, он уже существует По итогам первого мероприятия все те люди, которые заменят пшены, замечены в этом Естественно, мы верим в лучшие люди И мы понимаем, что человек, который пытался проработать спекулянтом на гран-при этого года Может захотеть купить билеты и сам с семьей прийти на гран-при следующего года Естественно, мы его будем рады видеть Просто в момент контроля споспродажного на него будет обращена очень более особое внимание Какие шероховатости выявились во время выгода? Операционных, правильное слово, шероховатости У меня было проблем, у меня было серьезных инцидентов Были текущие операционные моменты, в которых существует определенный список Мы их все определим к следующему году И не существует какой-то одной такой вещи, которые можно интересно сказать, которые можно интересно поделиться Основная задача к следующему году – это повышение коммерческих активностей мероприятий Операционно наша страна научилась проводить мероприятия на встречающем уровне Теперь основная задача нашей команды – сделать так, чтобы максимальную экономическую выгоду все это приносило стране После окончания Олимпийских игр была большая тревога у наблюдателей по поводу заполняемости построенных гостиниц В общем, наберной фонд резко возрос в Сочи Как Вы думаете, формульная трассер поможет решить эту проблему? Она уже помогает Во-первых, на мероприятии громкой формулы 1 основные гостиницы, гостиницы иммерцинской недвижимости приняли решение заработать побольше денег Они повысили тарифы, они ввели так называемый минимум stay requirement Требования к минимальному количеству ночей, даже если человек хочет пожить две ночи был обязан выкупить блок из четырех или даже шести ночей Поэтому основные, наиболее элитные гостиницы получили сверхприбыли таким образом Автодром используется каждый день Значительное количество гостей из всей России уже приезжает И одна из наших задач – проведение других крупных мега-событий И следующее – Red Bull Air Race, чемпионат мира по аэробатике, пройдет уже в мае 2015 года Это мероприятие более демократично Таким образом, и заполняемость мини-гостиниц, и заполняемость гостиниц, которые находятся не только в Адлере и в центре Сочи но еще и в поселках между данными городами Мы обеспечим более 200 тысяч человек Мы ожидаем уже в мае этого года на Red Bull Air Race И уже в конце мая, по сути, начнется большой политический сезон в городе Сочи Есть цифра, сколько приехало зарубежных болельщиков? Сейчас, посредственно настоящий момент, мы окончательно анализируем данные цифры Мы скажем ее очень скоро и очень точно К нашей радости большое количество российских компаний, которые покупали билеты для своих сотрудников, для групп партнеров привезли иностранных гостей с собой Поэтому сейчас мы все детально анализируем и об этом расскажем Как сказались международные санкции на притоке все-таки политических зарубежных? Было бы неправильно говорить, что они не сказались Естественно, общее настроение и бессмысленная медийная атака на нашу страну Наверное, сыграло некую роль в непосредственном части количества иностранных гостей Но главный результат, то, что все иностранные гости, которые приехали, и значительное количество уехали с потрясающим впечатлением, с валютным пониманием то, что спорт и политика это две несовместимые вещи Что лично вам сказал Берли Экклскоу, наезжая из Сочи? Он сказал спасибо за то, что его мечта сбылась С 1982 года он пытался провести Гран-при России в Формулу-1 Начинал переговоры еще с Леонидом и Личом Брежневым И вот сейчас, спустя 32 года, его мечта и мечта миллионов российских болельщиков в Формулу-1 сбылась Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...